Приветствую вас, и знаете, в первую очередь хочу вам подсочувствовать, выразить вам чувства, выразить вам уважение, что вы оказались мужественны, что вы не растерялись, что вы вели себя выдержанно, не впали в истерику в такой ситуации, и хочу сказать, что вы молодец, вы молодец. Значит, вашу проблему я хотел бы разделить на две части. Первая часть, это часть сложная, она связана с тем, что на вас напали. Дело в том, что у вас на этой почве может развиться страх, может развиться, так называемая фобия. Фобия относительно того, что вы будете бояться ходить по улицам, допустим, вы будете бояться того, что на вас нападут вновь. И этот страх, он действительно у вас может присутствовать, этот страх у вас в данном случае вполне обоснован, вполне обусловлен тем, что произошло. И важно, чтобы он у вас не засел, чтобы он не мешал вам в дальнейшем, он не мешал вам в жизни, не мешал вашей дальнейшей жизни, которую вы будете жить дальше. Для этого нужно в первую очередь принимать определенные меры безопасности, то есть стараться все-таки одной не ходить по ночам в темное время суток, при том, что, я как понял, вы живете в Украине, на Украине, прошу прощения, у вас, ну, буква, соответствующая буква для украинского языка. Значит, вы живете на Украине и там положение тяжелое, понятно, значит, и вам необходимо не только принять определенные меры безопасности, но и проработать для себя возможные стратегии по защите, по организации наших средств самообороны для себя, чтобы иметь возможность себя защитить. Например, если вы попали в такую ситуацию, ну, иметь всегда баллончик, например, газовый баллончик, для того, чтобы дать опор такому вору. Ну, или что-нибудь еще. Можно, в принципе, записаться в спортивную секцию, чтобы дать опор таким людям. Как правило, подобные преступления совершаются людьми очень неподготовленными и действующими только за счет страха жертвы, за счет того, что человек не ожидал того, что с ним произойдет, за счет того, что человек просто-напросто не знает, что ему делать, не знает, как ему поступать, не знает, что вообще можно и нужно делать в этой ситуации. Так же вам рекомендуется вести себя более, ну, более твердо, более активно, более, значит, так, вызывающе. А воры, они нападают на тех людей, которые боятся, которые чувствуют себя неуверенно и так далее. Это первый момент. Собственно, если у вас появится желание об этом поговорить, то, пожалуйста, прошу вас в личку, мы с вами об этом можем еще поговорить. Следующий важный аспект, это аспект, по которому вы, собственно говоря, обратились к нам, обратились сюда, на ресурс. Это ситуация с вашим молодым человеком, который отреагировал очень холодно, очень спокойно и на вас повесил всю вину. А, к сожалению, его поведение можно интерпретировать как безразличное, как потребительское по отношению к вам, как абсолютно, знаете, бесчувственное, лишенное страдание, лишенное поддержки и так далее. Мужчина, очевидно, предпринимает вас лишь в качестве источника удовлетворения своих интересов каких-либо и не более того. К сожалению, в этой ситуации никак вам нельзя ничего изменить, потому что ваши отношения формировались какое-то время. Именно какое-то время эти отношения выстраивались. И сейчас молодой человек, сейчас ваш мужчина, он, по сути, уже не представляет себе другого отношения с вами, другого отношения к вам. И поэтому вы в этой тяжелой ситуации говорят, что друзья и вообще люди познаются в беде. Мужчина в этой ситуации оставил вас одну, он никак вас не поддержал, он вообще прореагировал очень плохо. Вы поняли для себя, я надеюсь, что на этого человека нельзя рассчитывать, на этого человека нельзя положиться, он является ненадежным. И самое главное, он не испытывает к вам никаких чувств, потому что если бы чувства у него были, он бы ни в коем случае не стал бы реагировать именно так. Потому что когда мы испытываем чувства у человека, у нас, ну, очень сильное волнение по отношению к нему. Поэтому мы переживаем с него все эти шаги, всем сердцем. А этого в данном случае не произошло. И данный аспект позволяет говорить о том, что мужчина к вам не испытывает ничего серьезного. Соответственно, вам от него, ну, не уходить, вам с ним желательно прерывать какой-либо контакт, вам желательно переставать с ним вообще общаться. А если вы испытываете потребность быть с ним, то необходимо понять, что он для вас значит, разобрать вашу привязанность к нему и освободить вас от человека, который ничего хорошего вам не принесет. Никакие дела не могут быть важнее своей любимой женщины. Никакие дела, и тем более гулянки, не могут иметь места, когда на любимую женщину напали. Я надеюсь, это также понятно. По сути дела мужчина вас предал. Но, очень важный момент, который мне бы хотелось вам сказать. Дело в том, что предательство по своей сути возможно тогда, когда человек, особенно ваш мужчина, да, оно возможно тогда, когда имеется внутренний барьер. Внутренний барьер, я имею ввиду, Джек сам рассказывается, переживает относительно того, как он с вами поступил. В данном случае ничего такого нет, и значит, мужчина вас не предавал, а просто ваши интересы в данном случае не сошлись с его интересами, и это для него стало определяюще. Винить человека за это не имеет смысла, он своего отношения к вам не изменит. В любом случае, ну а вам же нужно обеспечивать себя достойными людьми более умело, более правильно выбирать мужчин, с которыми вы общаетесь. Менять немножечко свое поведение, значит, чтобы не попадаться больше в такие ситуации, хотя я понимаю, что от несчастья никто не застрахован. Но приложить, по крайней мере, все усилия для того, чтобы обезопасить себя и свести к минимуму возможные негативные происшествия. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.